Я лежачая, я там нуждаюсь в каких-то даже, ну скажем, приспособлениях, да, в уходе, вот. Мне мама, извините, меня судно подает, но я не инвалид. То есть мне даже временное не предложили. Я у мамы единственная дочка, единственная племянница у своей тети, единственная внучка у своей бабушки. Все пенсионеры. Ну, понятно, что на пенсии далеко не разбежишься, но мы и не разбегаемся. На меня уходят постоянно деньги. Деньги, деньги, деньги. Это нельзя точно спрогнозировать, сколько может уйти. У меня симптоматика, как бы, опять-таки, как я понимаю, она как бы размазана по разным каким-то болячкам, которые в отдельности не представляют вот какого-то такого кошмара. То есть у тебя там 5 болезней из ЖКТ, но это же должно быть вот что-то такое одно и очень мощное. Ну, какой-то там вообще ужасный панкреатит или еще что-то. У меня как бы не дотягивает. У меня не классическая аллергия. И, ну, как считается, что псевдоаллергию вызывают какие-то сбои, связанные там с организмом, с внутренними органами. Было очень странно, то есть вот, чтобы так вот на ровном месте в таком возрасте, ну, я имею в виду в 20 лет, да, что-то как-то вот стало сыпаться. 26 лет – это прямо вообще уже конкретно. То есть моя жизнь поделилась вот прямо на до и после. То есть болячки, болячки посыпались разные. Раскрываю шоколадку, начинаю ее есть. Сначала возник у меня зуд, очень сильный зуд по телу. И буквально в течение нескольких секунд, ну, я там, я не знаю, сколько я успела съесть, может быть, вообще три дольки. То есть это было очень вообще резкое головокружение. В глазах все потемнело, зашатало из стороны в сторону. Ну, и чувство такого сдавливания возникло за грудиной. Вот это длилось 4 часа. Я просто переждала это. И все, и утром, как обычно, пошла завтракать. Оказалось, что у меня зуд на все продукты прямо действительно мне становилось плохо. И просто опытным путем тогда вот я остановилась на 8 продуктов. Вот прямо продуктов, ну, прямо как бы в первый день. Когда появилась аллергия на картофель? На картофель, ну, у меня вообще, знаете, за все эти годы оно как-то так ухудшалось, ухудшалось. Ну, наверное, прямо так вот в прошлом году, как пошло где-то с марта. На какие продукты у вас аллергия, в общем? Ну, фактически, в принципе, на все. Я даже рис, который сейчас ем, я его ем, закусывая гормональным лекарством. А почему я так не делаю с картофелем? Потому что на рис у меня слабее всего реакция. И я могу меньше съесть этого гормона. У меня гормоны ударили по мышцам, и мышцы поясницы атрофировались. Ну, ослабли, ослабли. Очень сильно ослабли. И они не держат поясницу. Просто я не могу физически сесть, потому что мне нечем держать стол позвоночный. И точно так же я не могу стоять, потому что, ну, я не знаю, там видно вам будет, не видно. Но, может быть, вы и так увидите, в каком состоянии у меня мышца. Это просто тряпочка. Врач ЛФК в больницу. Вот последний раз я лежала, приходил, мы что-то делали. Но тут, понимаете, все упирается в то, что мне нужно срочно снижать дозу гормона, на котором я сижу. Они мне вредят. Я продолжаю их пить, вынуждена. Они нужны вам для того, чтобы вы могли употреблять пищу? Ну, в принципе, да. Первое. Второе – это уже просто идет зависимость, потому что у меня организм сейчас разучился вырабатывать свой этот гормон. Сейчас, к сожалению, я не гуляю, потому что, ну, все-таки второй этаж мне нужно, чтобы меня спускали именно на носилках. Я вот на балкон ползала. Ну, так же я не хожу, я просто ползаю до балкона. Вот, и там я, получается, лежала, и плюс делала кварцевание, и дорастила все-таки витамин Д. Ну, как бы, ходить я не начала, но хотя бы хуже не стало. Изначально я в Сеченовске направляюсь, в университетскую клинику имени Сеченова. Я на это очень надеюсь, что там все равно будет какая-то ясность, и все равно какая-то уже зацепка, ну, в любом случае. Вот, и, ну, плюс, получается, я собрала деньги на обследование генетическое, это тоже будет. И консультацию генетика тоже будет. Потом, возможно, я еще лягу в институт питания, это мне уже генетик посоветовала, сказала, что туда принимают людей с наследственными патологиями. Скорее всего, это будет, ну, такое, как сказать, попытка подобраться с разных сторон, наверное, к моему диагнозу. До 20 лет. В целом, с оптимизмом смотрела в будущее. Ну, как-то думала, что все впереди. Я себя тогда еще не нашла, у меня много каких-то было идей, но мне хотелось вообще, в принципе, всегда как-то с людьми работать даже. Наверное, это что-то такое похожее, может быть, ну, то, что мне интересно, похоже на документалистику какую-то. Я всегда была мечтательная, любила читать, не могу сказать, что я прям книжный червь. Взяла, установила приложение, вернее, оно было установлено, я просто открыла этот ТикТок, ну, там немножко пошарилась, в принципе, все интуитивно понятно. Вот, и сняла свои первые видео. В первый день, первый вечер у меня вообще было ноль просмотров. Я подумала, что, ну, наверное, это просто бред, наверное, тут есть какие-то секреты, которых я не знаю. Я легла спать, а на следующее утро открыла ТикТок, у меня, я, по-моему, три видео сняла, у меня у одного видео было 30 тысяч просмотров. Ну, как бы для меня, я же там, не знаю, ни звезда, ни журналист, ни еще кто-то, для меня это вообще была дикая какая-то цифра. Какой-то, ну, прямо такой конкретной цели я не преследую, ну, как бы это отдушина для меня. И способ знакомиться с людьми, которые тоже болеют, и которые просто, ну, как у меня появился какой-то небольшой круг, ну, как подписчиков, людей, которые поддерживают именно меня и принимают меня такой, какой есть. Мне, конечно, по идее нужно было бы кресло автоматическое. Почему автоматическое? Потому что я не могу, я сижу с опорой на руках, а там нужно крутить колеса. Я просто подумала, что если бы была коляска, может быть, я бы там смогла на лифте спускаться, как-то гулять. Я сейчас капаюсь белковой смесью, ну, это как питательная смесь. Вот там этот нужен инфузомат, который автоматически считает количество капель в минуту. В идеале 100 тысяч. Ну, то есть я вообще была бы рада, конечно, если бы получилось это купить. Ну, а так уж, как бы, сколько соберут. Мне обидно, что люди с редкими заболеваниями вынуждены так мучаться. Я ведь не одна такая, думаю, в России. Ну, даже если именно с этой болезнью, может быть, и одна. Но я считаю, что это какое-то очень большое упущение нашего государства, нашей системы здравоохранения. То есть я просто нахожусь в каком-то слепом пятне, где ты просто находишься и выживай, как знаешь. То есть если бы у меня там была бы одна мама, не знаю, там, может быть, вообще 80 лет или скольки там. Но я не знаю, как бы мы жили вообще. То есть кто бы куда пошел, какой заведующий и так далее. Слишком много борьбы. Борешься с бюрократией, с равнодушием. Субтитры сделал DimaTorzok